Участники конференции, я очень рад приветствовать вас сегодня в этом зале, в кругу таких высоко квалифицированных экспертов. Меня зовут Бородочер Тимофей Вячеславович, я работаю в высшей школе экономики, являюсь директором Центра европейских международных исследований и, кроме того, являюсь руководителями евразийской программы Международного клуба «Валдай». Тема, которая у нас сегодня посвящена нашей секции «Как добиться сопряжения яйц-экономического пояса шелкового пути», возникла недавно, буквально еще в год. Вопрос о каком-то системном взаимодействии Евразийского Союза и китайской инициативе шелкового пути не стоял даже в теоретической плоскости. Но жизнь вносит свои коллективы. В течение нескольких месяцев, первых месяцев 2015 года были предприняты как экспертным сообществом, так и на политико-дипломатическом уровне определенные усилия, которые помогли внести здесь ясность. И основное содержание этой ясности, основной посыл был в том, что китайские инвестиционные транспортно-магистические инициативы никоим образом не угрожают евразийской интеграции, а евразийская интеграция не угрожает тем проектам, которые наши китайские друзья хотят реализовывать на западном от себя направлении. Вот это понимание далось многим у нас с большим трудом, и часть экспертного сообщества оно еще даже не достигнуто. Однако были приняты, как мы знаем, серьезные решения. 8 мая этого года было подписано совместное заявление президентов России и КНР о сопряжении евразийской экономической интеграции и экономического пояса шелкового пути. А совсем недавно, 16 октября этого года, Высший Евразийский экономический совет принял решение о взаимодействии государственных членов Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и экономического пояса шелкового пути, что, с моей точки зрения, является достаточно серьезным достижением. Но об этом мы будем говорить сегодня, я думаю, несколько раз и позднее. А сейчас я бы хотел еще раз всех приветствовать и передать слово уважаемому коллеге, который предоставит нам доклад и презентацию по вопросам роста торговли в рамках сопряжения ЕАЭС и экономического пояса шелкового пути. Иск, Вам будет удобно? Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Тимофей. Я представляю центр международной торговли. И, Ваше внимание, мы для Вашего внимания подготовили небольшой доклад о том, как сейчас рассматривается со стороны ЕАЭС рынки стран экономического пояса шелкового пути, какие перспективы роста. И мы попытались сделать некоторую количественную и качественную оценку. Я, может быть, немножко сломаю формат и спущусь к Вам, потому что, я думаю, нам потребуются некоторые комментарии уже там у монитора, потом у материала, который мы подготовили. Я тогда, наверное, воспользуюсь тем микрофоном и пойду туда. Итак, коллеги, что мы сделали первое? Я прошу прощения, я ужасно извиняюсь за год предупредить. У Вас лимит выступления с учетом недостаточности времени максимум 10 минут. Уложимся. Спасибо большое. Уложимся. Первое, что мы сделали, мы определили ряд стран, исходя пока что из того признака, как логистически развивается сотрудничество, может быть. То есть не все страны Вы сегодня увидите в нашем анализе. Вот те рынки, именно так я назову, которые мы сегодня анализировали. Что здесь представлено? Вы видите, что здесь есть две оси. Среднегодовой рост экспорта в страну экономического пояса шелкового пути и стран ЕАЭС. То есть здесь представлена уже торговля не Россия, Китай, не Россия, Пакистан, а именно уже интеграционная группировка. Мы же с вами говорим о сопряжении интеграции. Здесь, я говорю, рост импорта страны. То есть, по сути, первое, на что мы попытались посмотреть, а насколько нам сейчас, как ЕАЭС, интересны эти рынки. Каждый в отдельности. Вот что мы рассмотрели. С 2010 по 2014 годы средний рост импорта 4,7%. Соответственно, все рынки, за исключением Ирана, о которых мы сейчас говорим, анализируем возможное сопряжение, находятся в зоне динамично развивающих рынков, перерывающих по темпам роста импорта, то есть потребления продуктов, которые мы можем поставлять, выше среднемировых. Что происходит с нами? Для нас, практически со всеми этими странами, торговля последние 4 года развивалась. Темпами выше, чем также среднемировые. То есть, эти страны входят в зону нашего сами экспортного интереса. Нас несколько удивила позиция Ирана, но надеемся, что мы получили объективную картинку. Второе, то есть, это наш взгляд на эти рынки. Как эти рынки видят нас? Здесь те доли, в которые мы занимаемся нашим с вами экспортом на рынках этих стран, то есть, это доля экспорта стран ЕС в общем импорте этих государств. Опять же, мы видим, что подтверждает, к сожалению, ситуацию, что мы потеряли очень серьезно нашу позицию по Ирану, как по темпам развития наших поставок в Иран, так и по доле рынка, которая наша продукция там занимает. И уже совсем не такая радужная картинка, как по наращиванию нашего экспорта с точки зрения долей из той ситуации, где мы находимся. Здесь необходимо отметить, что, конечно же, нужно учитывать фактор, что объемы импорта, например, тем же самым Китаем, все продукции из мира, было наше существенно, что это не мы так отстаем, а Китай начинает потреблять значительно больше. Соответственно, мы видим, что динамика не такая положительная. Но вот единственный приятный момент, да, только Минестан, который в обоих частях анализа у нас попал в абсолютно положительную статистику. Второе, что мы посмотрели, насколько схоже то, что мы предлагаем странах ЕС и то, что покупают страны шелкового пути. То есть мы рассчитали индексы комплементарности для стран. Причем здесь эти индексы, рассчитанные от ЕС к странам шелкового пути, так и зеркальные. То есть что говорится о том, что вот у нас по экспорту и по импорту мы сравнивали индексы комплементарности. Три государства – Китай, Турция, Пакистан, в общем-то, находятся в лидерах с точки зрения комплементарности. Что это означает? Что мы экспортируем с вами структуру нашего экспорта соответствующей структуре импорта этих государств. Здесь, конечно, мы должны понимать, что здесь мы не учитываем абсолютное значение, мы просто говорим, что да, вот они могут покупать, грубо говоря, ту структуру, которую мы предлагаем им. Ну и далее различия вы видите. Вот Туркменистан, Таджикистан, которые у нас там были в лидерах, явно показывают, что как экспорт и импорт у нас очень серьезные различия по структуре. Мы далеко не все с вами можем предложить, этот рынок не все возьмет из того, что мы хотели бы поставлять. Далее, очень важный показатель интенсивности торговли с этими странами. Насколько важен наш экспорт в эту страну по отношению с экспортом во все другие государства. Мы сознательно выбрали здесь несколько товаров для сравнения. Я думаю, что на слуху сейчас очень такие цифры по росту несырьевого экспорта в физических объемах, и там лидерами у нас являются нефтепродукты, 20-10 группы, да, и в основном это газовый дистиллят. Вот мы взяли их, потому что их занимает большую долю. Взяли нитратаммонию, очень хорошо нам известно, эксплуатируемую всеми экспертами в доступе зрения экспорта. И другие товары. Турция. Мы посмотрели лидеров по интенсивности. И вот что получается. По нитратаммонии, которой мы занимаем долей в экспорт 4,5% и 27% в импорте, интенсивность торговли меньше единицы. Именно с этим государством. То есть это показывает, что с точки зрения экспортного рынка Турция по данному товару не является нашим сейчас ориентированным. По важности есть другие рынки, на которые мы ориентируемся. Удивило другое. Грузовые пассажирские суда, танкеры, суды, рыболовные. Причем это все идет в Ростовской области. Безусловно, это 8 в штуках здесь, 2 здесь. Но все же в Турнессе мы постарались выбрать те товары, которые у нас в несырьевом экспорте находятся. Чуть более сложный анализ мы предлагаем сделать по кинопримере Китая. Что мы здесь попытались? Мы попытались найти те товары, по которым у нас есть так называемый потенциал экспорта. Как мы это делали? Как предлагаем вам вместе с нами на это посмотреть? Первое. Мы брали только те товары, по которым Китай растет. То есть, означает, мы отфильтровали ту продукцию, в которой емкость рынка в Китае сейчас увеличивается. То есть, это может быть заинтересовано. Вот у нас графа к последнему годовому росту импорта. Далее. Мы выбрали те товары, по которым есть барьеры, которые превышают в 5%. То есть, поставки РНБ в разных пошлин. То есть, существует как минимум тарифный барьер, который сейчас мы принимаем в анализ. Для чего? Для того, чтобы понять, если мы говорим о сопряжении и о определенной форме преференциальных взаимоотношений, будь то заистая, заистая плюс, либо просто официальное соглашение, чтобы был эффект, для чего это делается. Далее. Мы взяли только те товары, которым мы уже присутствуем на рынке. То есть, для нас было важно в анализе учить только те товары, по которым у нас есть стартовая позиция, по которым мы можем увеличить свою долю. Соответственно, вот у нас доля в импорте в Китае. Ну и существенных, естественно, мы взяли те товары, которые конкурентоспособны для нашего экспорта, по которым мы занимаем существенную долю в общем экспорте и в мировой торговле. Вот такая картинка получилась. Естественно, мы обращаем внимание, что, может быть, результат потенциального роста торговли, это означает, что если вот тот формат сопряжения позволит нам снять барьеры, которые существуют, безусловно, помимо тарифных, нужно будет смотреть на нетарифную сферу, то вот такой объём потенциальной торговли Китай мог бы забрать у нас больше, вот по этим товарам. О каком формате может идти речь? Я думаю, что Андрей Владимирович более подробно будет в своём выступлении об этом говорить. Мы просто сделали вот такую вот картинку. Вот эти страны, о которых мы сегодня с вами говорили, и это зонсоводоторговля, соглашение, которое у них уже действует. То есть мы попытались посмотреть, куда мы предполагаем с вами вступить, на какие рынки, какие взаимоотношения уже между ними есть. Ну вот несколько игроков, как Афганистан, Иран и Монголия имеют только преференциальные соглашения, но действующие ЗСТ мы на дефицитных ВТО для них не нашли. Для других же рынков объём их участия в таком росте соглашениях мы видим. Почему мы вывели это сюда и положили как очень важным фактором? Потому что, на наш взгляд, в этих случаях уже существует некий барьер преференции, когда эти страны имеют преференциальное отношение между собой. Цена входа для нашей продукции увеличивается, хотя, казалось бы, есть общий базис ВТО, но любое преференциальное соглашение создаёт барьер преференции, как мы это назвали у себя. Ну и дальше просто для интереса вам информационно так вот на 30 секунд, может быть, это ореолы тех ЗСТ, которые есть по странам. Турция, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и то, я думаю, о чём будет говорить Андрей Владимирович. Мы провели именно так, без комментариев, чтобы вы посмотрели на те именно региональные ореолы, можно сказать, экономического влияния, которые были созданы странами, о сопряжении, с которыми мы говорили. Мы рассчитываем продолжить этот анализ. Я надеюсь, что совместно с Евгением Юрьевичем и его институтом, который занимается достаточно серьёзным математическим анализом торговли и возможности осуществления торговли и упрощения ее. Если у вас будут вопросы, постараемся на них ответить. Как говорится, анализ сопряжения начат только, мы все находимся на первой стадии его, но определенные цифры показывают, что в зависимости от тех условий, на которых сопряжение произойдёт, только в сфере торговли мы действительно можем найти те точки, которые дадут нам рост взаимоотношений с этими странами. Спасибо большое. Я думаю, что сейчас я действительно совершенно логичным был передать слово директору департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии Андрею Валену-Жуточину. Пожалуйста, дадим. Спасибо, Тимур Федорович. Уважаемый участник конференции. Не секрет, что Китай традиционно является одним из основных торгово-экономических партнеров для всех государств-членов Евразийского экономического союза. И Китай одним из первых выразил готовность к взаимодействию ещё на тот момент с Таможенным союзом. Уже с 2012 года он тренирует торговый диалог, он заключён соответствующий меморандум между Евразийской экономической комиссией и Министерством коммерции Китая. В сентябре 2013 года председатель КНР Си Цзиньпинь предложил странам так называемой Большой Евразии объединить усилия и создать экономический пояс шёлкового пути и морской шёлковый путь XXI века. Эти инициативы направлены на углубление сотрудничества и укрепление экономических и социально-культурных связей в регионе. В виде не Китая основной задачей нового шёлкового пути является стимулирование высокоэффективного распределения ресурсов, глубокая интеграция рынков, координация экономической политики и развитие региональной кооперации. Вот здесь внимательно. Вот здесь сейчас вот эти вот несколько тезисов и следующее буквально предложение, что реализация этой концепции шёлкового пути опять же в интерпретации Китая включает пять основных элементов. Координация национальной политики, развитие инфраструктурного потенциала, либерализация и упрощение торговли и инвестиций, финансовая кооперация и культурное сотрудничество. С одной стороны, всё это звучит очень современно, очень интеграционно и красиво. А с другой стороны, если представить себе прикинуть экономический вес Китая на одном плече и тех стран, кому предложен этот проект, собственно, возникают вопросы в симметрии подобной координации и в либерализации, прощения и так далее. В апреле-майе 2015 года был сделан ряд заявлений на высшем уровне о необходимости сопряжения проекта евразийской интеграции, Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики по экономическому поясу шёлкового пути. Цель такого сопряжения – это исключение взаимной конкуренции двух этих проектов и строение, устраивание некосистемных отношений, позволяющие так или иначе обеспечить взаимный учёт интересов. В течение последнего года ведётся работа по определению форматов практического сопряжения этих проектов, которое могло бы быть взаимовыгодным. По крайней мере, на стороне государственных членов Евразийского экономического союза такая работа идёт. И оптимальным форматом такого сопряжения на настоящем этапе развития планов государств как членов Союза, так и Китайской Народной Республики определили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, то есть договор, не преференциальный, не носящий в себе ключевых элементов зоны свободной торговли, то есть либерализацию тарифной защиты товарного рынка. 8 мая 2015 года принято решение Высшего Евразийского экономического совета о целесообразности работы по такому соглашению и принято совместное заявление члена коллегии министра по торговле и министра коммерции Китайской Народной Республики о начале переговоров. Это соглашение предполагается, будет инструментом экономического взаимодействия между Союзом и Китайской Народной Республикой в среднесрочной перспективе. Оно призвано дополнить форматы сотрудничества, существующие на двустороннем уровне, и сформировать некое экономическое измерение вот этого сопряжения Евразийского экономического союза, Евразийского интеграционного проекта и инициативы экономического пояса «Шелкового пути». В принципе, взаимодополняемость Евразийского экономического союза и «Шелкового пути» вполне реальна. Она может быть обеспечена тем набором возможностей, которые возникают при сочетании нашей интеграционной повестки в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансов и прочих сферах и экономические потенциалы в Китайской народной республике. И идея такого сопряжения, идея этой взаимодополняемости состоит в формировании общих пространств экономического развития. Они, естественно, требуют ряд мер и механизмов для того, чтобы обеспечить их функционирование. В первую очередь, естественно, «Шелковый путь» — соответственно, транспортно-логистическая составляющая. И помимо тех транспортных путей, я так понимаю, что в первой части сегодняшней конференции на пленарной сессии говорилось в том числе о том, что наша транспортная инфраструктура, транспортная инфраструктура Союза недостаточно для того, чтобы обеспечить интерес Китая по перевозке грузов в направлении Европы. И, естественно, необходимо развитие этой инфраструктуры транспортно-континентального коридора Западная Китай-Западная Европа, а также коридоров Север-Юг, собственно, в которые будут вовлечены Иран и, возможно, Индия. И эти коридоры связываются, так или иначе, с идеей морского шелкового пути. Таким образом, в перспективе может быть сформирован большой транспортно-торговый треугольник, в котором страны Евразийского экономического союза будут занимать центральное такое связующее место. Логично предположить, что вокруг транспортных коридоров формируются из зоны промышленной кооперации и промышленного развития. Создаются новые производственные цепочки с, надеюсь, более высокой эффективностью, чем существующие. Для функционирования таких транспортных коридоров и цепочек производства товаров необходимо формировать соответствующие условия торговли. С Китаем предполагается, что в рамках этого непреференциального соглашения будут оговорены условия администрирования торговли в части таможни, в части применения этих или иных мер, влияющих на сложность прохождения товаропотока. По Ирану и Индии, возможно, вы знаете, что существует решение о начале работы либо по изучению целесообразности, создания зоны свободной торговли. Что касается соглашения с Китайской Народной Республикой, для нас основная задача заключается в запуске трех таких параллельных треков работы. Это, во-первых, формирование широкоформатной программы отраслевого сотрудничества с учетом существующих, естественно, границ компетенции Союза и государств-членов. Как я уже сказал, соглашение. Мы позиционируем этот проект как инструмент, дополняющий двусторонние треки сотрудничества. И подготовка такой дорожной карты сотрудничества Евразийского экономического союза и его государств-членов и Китая по реальным проектам в инфраструктурном кооперационном сегменте, по проектам, в которых заинтересованы два или более государств-членов Евразийского экономического союза. Важно выработать скоординированную стратегию развития товаропроводящей системы, позволяющей осуществлять быстрые перевозки без излишних барьеров. Это не только с точки зрения транзитной и трансграничной торговли, но и с точки зрения формирования как вместе с Китаем, так и внутри Союза эффективных, современных цепочек создания стоимости и качественного развития экономик наших стран. С учетом формирования в рамках Союза согласованных политик в области промышленности, агропромышленного комплекса, инфраструктуры транспорта и так далее, высока роль Союза в качестве модератора в этой работе. Вторая задача – это сформировать эффективную систему взаимодействия Евразийского экономического союза и Китайской народной республики. Мы предполагаем, что в рамках соглашения могут быть созданы диалоги в формате, что называется, 5 плюс 1 плюс 1, то есть государства-члены Евразийского экономического союза, Китайская народная республика и органы союза, в частности, Евразийская экономическая комиссия. Такие диалоги могут существовать на различных уровнях, начиная от уровня главправительств и заканчивая экспертными и бизнес-консультациями. Третья задача – это создать правила дисциплины, которые будут содействовать торговле и развитию кооперации, повышению эффективности в этих сферах. Как я уже сказал, такие правила предполагаются, будут разработаны в сферах компетенции Союза, совместной компетенции со странами Евразийского экономического союза, таможня, повышение прозрачности торговли, технические барьеры в торговле, санитарные и ветеринарные меры, защита прав интеллектуальной собственности и ряд других сфер. Все эти три составляющие в совокупности позволят выстроить систему взаимодействия с КНР, по крайней мере, мы считаем, что позволят выстроить систему, направленную на получение реального экономического результата от сопряжения двух интеграционных по своей сути проектов, проекта евразийской интеграции и инициативы по экономическому пользу Нового шелкового пути. Спасибо. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Мне, как представителю, так скажем, политической экспертизы, очень приятно знать и слышать, что у комиссии сформировалось некое, существует некое целостное видение того, что такое сопряжение, по крайней мере, для Евразийской экономической комиссии. Будем надеяться, что к следующему саммиту это представление принято некие более объемные очертания, позволяющие наварить координацию взаимодействия с Транженом Союза, с КНР, еще более системно. По расписанию я здесь обещал сказать несколько слов тоже. Я сразу же говорю, что несмотря на работу в высшей школе экономики, экономистом не являюсь. И, в первую очередь, занимался вопросами политико-организациональными развития отношений между Евразийским Союзом и Китайской инициативой шелкового пути, поэтому буду говорить именно об этом. Действительно, с полным туризмом было бы говорить, что Китайская инициатива экономического польза шелкового пути имеет для России и других стран союза исключительное значение. Много уже об этом сказано. Сейчас необходимо обратить внимание на ту политику, те действия и меры, которые необходимо предпринять, о чем уже говорил Андрей Владимирович, чтобы сопряжение ЕС и ЭПШП заработало и стало реальным. Для этого надо понимать, что главная цель сопряжения усилить Евразийский экономический союз. Главная цель сопряжения – извлечь реальную выгоду для экономик стран Евразийского экономического союза и добиться совершенствования институтов Евразийского экономического союза, институтов, инструментов его взаимодействия с важнейшими внешними партнерами. Также важнейшей целью сопряжения является не допустить конкуренции России и Китая в Евразии, а наоборот сделать китайские инициативы наши усилия драйвером роста стран Союза. Для этого, как уже сегодня говорилось, 8 мая сего года, незадолго до этого, руководители России и КНР, руководители других государств Союза достигли принципиальной договоренности о совместной работе по сближению нашего интеграционного проекта и китайского в первую очередь транспортно-магистического. Будучи, опять же, представителем университетской науки, не буду, не могу скрывать от уважаемой аудитории того факта, что некоторое время назад существовала реальная опасность распада сопряжения на не связанные, не скоординированные национальные треки взаимодействия стран-членов ЕАЭС и КНР. И в течение нескольких месяцев после решения от 8 мая позиция, в первую очередь, России оставалась, к сожалению, достаточно инертной. Эта опасность, тем не менее, более-менее была успешно преодолена в последние недели, когда 16 октября 2015 года Высший Евразийский экономический совет принял распоряжение о взаимодействии государств-членов Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения ЕАЭС и экономического пояса шелкового пути. Напомню, что согласно этому документу уже до конца 2015 года правительство государств-членов совместно с Евразийской экономической комиссией должны обеспечить взаимодействие по вопросам участия в сопряжении. От Евразийской экономической комиссии государств-членов с подключением экспертного и бизнес-сообщества ожидается отраслевая работа по определению приоритетных проектов и сфер взаимодействия в рамках политики сопряжения. Планируется разработка проекта «Дорожные карты» Евразийской экономической комиссии совместно с государственными членами, а также запуск диалога ЕАЭС-КНР по реализации политики сопряжения. То есть некая положительная динамика реализации концепции сопряжения уже задана. Теперь встает вопрос о конкретных действиях, которые необходимо предпринять. С точки зрения моих коллег, прежде всего странам ЕАЭС необходимо постоянно стремиться к выработке единой переговорной позиции по наиболее возможному широкому кругу вопросов для недопущения скатывания сопряжения в двусторонний формат взаимодействия с Китаем. Первым шагом здесь уже стала упоминавшаяся встреча на высшем уровне в Астане. Принципиальное согласие есть, следовательно, сейчас дело за правительствами, профильными и естествами и экспертами. С нашей точки зрения, креугольным камнем успешной политики сопряжения могут стать эффективно функционирующие институты. В первую очередь с нашей стороны необходимо стремиться к учреждению постоянной комиссии Евразийского экономического союза по вопросам сопряжения с участием представителей всех увлеченных ведомств и Евразийской экономической комиссии. Обеспечение работы этого органа – сильная экспертная составляющая. Пока в России, по крайней мере, такая координация поручена МИД, который работает по традиционному страновому треку и не обладает достаточными компетенциями для координации работы преимущественно экономических ведомств. Следует, с нашей точки зрения, задуматься о постоянной диалоговой площадке, например, формата вице-премьеров, курирующих евразийскую интеграцию именно по вопросам сопряжения. Например, в Европейском союзе, как мы знаем, эффективно работает комитет постоянных представителей. Почему бы нам под сопряжение с Китаем, под такой важнейший, я бы сказал, исторически важный проект, не подумать о создании в Евразийском экономическом союзе аналогичного органа? Географически такой политический комитет мог бы находиться в одной из столиц Евразийского экономического союза, желательно не в Москве. А с учетом естественной увязки его создания с необходимостью консолидации позиций стран союза по сопряжению, его желательно было бы разместить в Астане или Алма-Ате. Есть смысл задуматься и о, я сейчас страшную вещь Андрею Валерьевич скажу, о расширении компетенции Евразийской экономической комиссии на новой сфере, в первую очередь на сферу транспорта и регулированной инвестиционной деятельности. Пока комиссия в силу своей компетенции по договору здесь ограничена во выражении своей позиции по вопросам, выходящим в свою компетенцию и занимает достаточно сдержанную позицию. Весьма перспективным кажется и создание делового совета Евразийского экономического союза и шелкового пути для поддержки внедрения конкретных проектов и формирования предложений для соответствующей комиссии. В рамках делового совета целесообразно также подумать о формировании аналитического центра с привлечением экспертов из всех стран Евразийского экономического союза и китайских экспертов. О конкретных направлениях работы нам достаточно уже подробно сказал сегодня Андрей Владимирович, поэтому заканчивая свое выступление, я бы хотел подчеркнуть, что значимость политики сопряжения качественно повысит создание эффективной институциональной среды для развития делового, научно-технологического и технологического сотрудничества. В частности, перспективными направлениями здесь являются создание сети делового сотрудничества ЕАЭС-КНР с опорой на действующие региональные интегрированные центры в России, создание уже упоминавшегося постоянно действующего делового совета ЕАЭС-КНР именно на уровне ЕАЭС-КНР, принятие концепции с соглашением углубленным научно-техническим, технологическим и промышленным партнерством стран ЕАЭС-КНР. Таким образом, выделенные направления реализации политики сопряжения ЕАЭС и ПШП, а также придание особого акцента созданию реально функционирующих институтов, позволят достичь намеченных целей мощнейшей, масштабнейшей инициативы с развития целого региона в Центральной Евразии. Спасибо вам большое. Я хотел бы передать... У нас Олег Михайлович Прексин не смог. Приять участие. Тогда в этом слове я хотел бы сейчас передать нашему моему доброму другу и блестящему специалисту Евгению Юрьевичу Минокуру. Евгений, пожалуйста. Добрый вечер. Презентацию можно бы подгрузить? Я хотел бы за 8-9 минут две мысли провести и попытаться вас убедить. Первое, что интересы Евразийского Союза и китайские интересы в рамках политики ПШП, они во многом сходятся, но есть много тем, по которым они расходятся или не сходятся. И это нужно очень четко понимать, учитывать и там, где они не сходятся или расходятся, отстаивать свои национальные интересы, общие евразийские интересы. Вторая мысль, что когда мы говорим ПШП, мы в 99% случаев говорим о транспорте. А это не так. Есть масса других тем, которые относятся и к транзиту, и к созданию трансграничных рынков, которые тоже подпадают в домен общения по ПШП. Вот смотрите, вот на слайде, ну, примерно очень грубая такая поездка дня. В области инфраструктуры, это помимо транспорта еще совершенно очевидная электроэнергетика, телеком, волосы, волоконно-оптические линии связи трансевразийские, создание кластеров, тема воды, включая тему РТШ, тему Сараджаз бассейна, по которой тоже нужна общая позиция. И целый ряд инициатив на финрынках по свопам, по расчетам нацвалютах, по снятиям ограничений для инвестиций, сумасшедшим высоким в Китае, кстати, куда россиян практически не пускают. Для иллюстрации могу сразу дать цифру. На сегодняшний день по нашим расчетам мы в Центре ведем собственную базу данных взаимных инвестиций на евразийском континенте, то есть наша страна Евразия, страна Евразия к нам. И вот мы насчитали 25,5 миллиардов долларов прямых китайских инвестиций в ЕАЭС и в обратку 0,4 миллиарда долларов. Слушаем ли я случайно? Но начинать, конечно, нужно с транспорта всегда. Транспорт в Центре. Из пяти стран Евразийского Союза четыре являются странами, не имеющими выхода к морю, поэтому для них тема транспортных коридоров – вопрос жизни, смерти и процветания. Это китайская карта, насколько я понимаю, и вот обратите внимание, что на ней прям невооруженным взглядом видно представленные 100% только широтные коридоры, то есть коридоры по линии запад-восток. Это китайский интерес в ОПШП, им интересен создание зоны влияния, которая включается Россия, Центральную Азию, Юго-Восточную Азию, непосредственно Ближний пояс, и пояс дополнительных каналов торговли с Ближним Востоком и их крупнейшим торговым партнером Европейским Союзом. Нам же, под нами я имею в виду весь ЕАЭС, это безусловно интересно, но нам также крайне интересно создание меридиональных коридоров по линии север-юг. Это прежде всего коридор через Кавказ, через Грузию, Армению и на Иран с выходом на страны Ближнего Востока, и это прикаспийский коридор, который здесь частично указан по линии Актау-Бендер-Абас, но он не показан здесь выход дальше на северный Казахстан, на Атырау и дальше на Российскую Федерацию. Это два меридиональных коридора, которые для Евразийского Союза имеют критическое значение, улучшают качество логистики, ну например для российских и казахстанских зерновиков и российских казахстанских удобренческих предприятий раза в три по цене. И тут нам на Китаю уповать нельзя только на собственные силы. Тут китайского интереса нет. Вот это то, что хотелось бы сказать. Меридиональный коридор остается полностью на нас. Здесь Китая нет и не будет, и более того, Китай, возможно, будет противодействовать им, потому что это не в их интересах. Шерманин Юрий из Института народно-хозяйственного прогнозирования, я его запрашиваю, он дал такие цифры. А оснований недоверять им нет, потому что специалист проверенный, в районе не замечен. Значит, стоимость транзита транспортного из Китая, из Шанхая в Роттердам по морю составляет 20 центов тонн на миле на котель. По ЖД путям через Казахстан, Россию, через Транссиб 1,8 доллара, то есть в 9 раз больше. Цифра немножко лукавая, потому что, в принципе, вся идея БШП заточена на поставку не из Шанхая в Роттердам, а, например, из Уручи в Лось, условно. То есть плечо в полтора раза меньше. Плюс транспортное плечо, в принципе, меньше по суше, чем по морю, но все равно, вот как ни крути, вот что ни делай, все равно стоимость ЖД транзита по суше в 3 раза выше, чем по морю. По времени отдельная история. Сейчас курсируют два контейнерных поезда. Один Чендулокс, другой Ля Нюнган, Гамбург. Курсируют они раз в неделю, каждый. Каждый перевозит по 100 контейнеров. 200 контейнеров в неделю. Идут они 14 дней. Если наладить, классно наладить все в Харгосе и в Бресте на входах, да, там, где меняют клею, то можно сократить в 10 дней. Но это вот, это the best case, да, 10 дней это, вот как в Германии все сделать, будет 10 дней. Выше, выше, на Депре. Контейнерная поезда суперкарга идут со средней скоростью 26 узлов сейчас, 40 километров в час, 1000 километров в день и проходит этот путь за 25 дней. У нас с вами получается выигрыш примерно, ну, 12-13 дней. Есть очень узкая товарная номенклатура, для которой этот выигрыш интересен. Вот сейчас этими двумя контейнерами поездами поставляются комплектующие для BMW и поставляются комплектующие фьюллеты этими поездами. Для них получается настолько капиталоемкая цена килограмма доставки, что, ну, играет, экономика играет. Но таких товаров сборки в нос. То есть мы с вами, может быть, будем через 5 лет не 2 контейнерных поезда гонять в неделю, а 200. Это будет 20 тысяч контейнеров. Новая суперкарга Мерска берет набор 19200 контейнеров. То есть если мы увеличим вот этот транзитный контейнер наоборот в 100 раз, мы получим один суперкарга на линии Ротрудам-Шанхай. Поэтому транзит – это вообще не та история, о которой нужно вздыхать. Вздыхать нужно о внутренней соединенности континента, о том, чтобы у нас контейнерные поезда шли из Гамбурга в Воронеж, из Воронежа в Актау, из Актау в Румчи. Они что понесли насквозь через территорию России и Казахстана, не принося нашей экономике ни копейки. Вот о чем вся эта тема. А теперь по электроэнергетике. Общие энергорынки – это интереснейшая тема, крайне капиталоемкая и крайне выгодная не только в плане долларового выражения, но и в том плане, что она резко увеличивает энергобезопасность вовлеченных национальных энергосистем. Единый энергорынок Советского Союза развалился в 90-х. Единая энергосистема Центральной Азии с диспетчерским центром в России умерла в 2009 году. Сейчас их нужно восстанавливать. В 2019 году планирует Евразийский Союз это сделать. И плюс у нас есть несколько тем в контексте ПШП. Одна из самых интересных – это проект РАО ЕС Востока, Росгидро, Интеррао, в Читинской Хабаровской области, там, где планируется создать порядка 12 гигаватт мощностей угольных электростанций и 500-киловольтные лэпы для экспорта этой электроэнергии в Китай. Вот эта интересная тема, она тоже полностью входит внутрь ПШП. Я уверен, где-то такие темы кроются и в трехстороннем контексте России, Казахстан, Китая, но тут просто некомпетентен, поэтому не буду влезать. И телеком. На сегодняшний день транс-евразийскими наземными волсами, волоконно-оптическими линиями связи, транспортируется 6% трафика из Китая в Западную Европу, ну и обратно, естественно, транзит. Если считать, включая данные, которые потребляются по пути, это получается 16% совокупного трафика. При этом скорость доставки, так сказать, ниже, то есть на несколько миллисекунд быстрее поставляется бит, чем в обходку через подводные кабели, а это играет в экономике целиком, вот эти миллисекунды, это фактор, серьезно. Плюс, когда рвется подводный кабель с времени ремонта от 24 до 48 часов, он оборванный лежит, те кабеля, которые проложены вдоль РЖДшных и Казахстан-Семиржелышных дорог, они чинятся за 4 часа максимум. Это колоссальное преимущество. Здесь колоссальный неиспользованный пациент, который как-то полностью из домена ИПШП до сих пор выпал, а он есть. И вот тут-то как раз транзитная экономика должна сыграть, насколько говорят специалисты-телекомщики. И напоследок хочу сказать, что вот Точин говорил о формате 5 плюс 1 плюс 1, Бардачов говорил о формате постоянной комиссии и постоянного некого институциализированного диалога на уровне вице-премьеров. Коллеги дела говорят, казахстанская, китайская традиционная политика, это политика разделяя властвы, Казахстан выстраивает диалог исключительно на билатеральной основе, на двусторонней основе. Он не заинтересован в том, чтобы вести диалог с Евразийским Союзом, а у нас интерес противоположный. Нам нужно любыми методами, о которых говорили коллеги, выстраивать общую консолидированную позицию везде, где это возможно, и из этой уже консолидированной позиции разговаривать с китайцами по ИПШП. Спасибо. Спасибо большое, Евгений Юрьевич. Я бы, на правах ведущего, зурпирующего микрофона, позволил себе не совсем согласиться, потому что я, коллеги некоторые знают, что я много лет занимался отношениями с Европейским Союзом. Вот Европейский Союз, мне признают Евразийский Союз в принципе, как партнеры. А китайские наши товарищи пошли на то, чтобы вести диалог с Евразийским Союзом, и соответствующие решения от 8 мая сего года являются тому свидетельством. Поэтому все-таки я бы, предваряя выступление нашего китайского коллеги, не стал бы обвинять наших китайских друзей в политике «разделяй и властвуй». И второй момент. Я не обвиняю, я восторгаюсь, они очень грамотно не нравятся. Мне кажется, что сейчас мое впечатление от общения с нашими китайскими друзьями состоит в том, что сейчас в Китае в существенной части китайского экспертного сообщества сформировалось понимание того, что единое экономическое пространство Союза гораздо комфортнее для китайских инвестиций, для взаимодействия с Китаем, чем нежели это были бы 2, 3, 4, 5 стран, пытающихся постоянно на чем-то играть или балансировать. И возвращаясь к карте, которую Евгений показывал, эта карта немножечко сейчас уже устарела. Действительно, я на прошлой неделе общался с руководством Института пространственного планирования при Комитете по реформам и развитию правительства КНР. И действительно, инициатива экономического польза широкого пути там воспринимается как гораздо более далеко идущая, чем нежели только транспортно-логистическая. Там действительно речь идет о проектах развития. А с карты этой, которую вы показывали, Евгений, извиня, которую ты показывал, Каспийское море можно отстереть. Вот в Китае есть уже, не только у нас, но и в Китае уже есть понимание того, что на транспортной карте Евразии Каспия нет. Это три перевалки и три порта совершенно неприспособленных ни для чего, кроме наливной грузов. Все. Мертвый Бакинский порт, полуживая Махачковая, полуживая Бактау, да, то есть все уже идет через посуши, да. И самое последнее, мы на этих картах, которые вот здесь мы видели, мы не увидели Монголии, да. А вот на новых китайских разработках коллег из Комитета по развитию реформам транспортный маршрут и кластер развития Китая, Монголия, Россия уже присутствуют достаточно активно. И вот это для нас, я думаю, для коллег из Евразийского союза, взаимодействующих с монгольскими партнерами, тоже должно быть важно. Но извините, что я узурпировал микрофон. Сейчас я хотел бы с новостью передать слово нашему коллеге из Китайской Народной Республики, Ван Чин Синю, сотруднику Центра Евразийских Исследований Берегинского педагогического университета. Вам, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, сначала позвольте мне поблагодарить Евразийский банк развития и уважаемым модераторам за возможную выступить здесь и поделиться с вами с видными экспертами по евразийской интеграции с оборужением. Хочу сказать, что когда я общаюсь с американскими экспертами, я заметил, что они прямо или косвенно выступают против Евразийского экономического союза и нашего проекта «Экономический поиск шоков пути». Они против, значит, что мы правильно делали. И мы будем так делать, и мы будем продолжать работать над сопряжением. Еще хочу отметить, что здесь очень хорошая атмосфера, здесь нет споров, только обосудения, только дискуссия. Я думаю, что сопряжение будет реализовано только при такой атмосфере. Мы спокойно следим за сторон, пьем чай и откровенно обосудаем все вопросы, которые стоят перед нами. Говоря о сопряжении Евразийского экономического союза и нашего проекта «Экономический поиск шоков пути», прежде всего нам надо четко понимать три проблемы. Первая проблема – это что такое экономический поиск шоков пути в китайском понимании. Вторая проблема – это какие сферы являются приоритетными в процессе соображения. Третья проблема – и какие препятствующие факторы, которые нас всех волнуют. Именно эти три вопроса составляют структуру моего выступления. Начнем с первого вопроса. Что такое экономический поиск шоков пути в китайском понимании? Идея о создании экономического шоков пути была представлена нашим председателем Си Цзиньпином в ходе визита в Катахстан в сентябре 2013 года. В фиаре 2014 года на Сущинской олимпиаде наши председатели Си Цзиньпин с президентом Российской Федерации Вразимовичем Путиным прямо лицо к лицу обмениваемся мнениями об нашем экономическом поиске и о возможной модели сотрудничества между экономическим поиском шоков пути и европейским экономическим союзом. В марте 2015 года был опубликован правительственный доклад под названием «Прекрасные перспективы и практические действия по совместному созданию экономического поиска шоков пути и морского шоков пути 21 века». Это первый официальный документ, опубликованный после выдвижения идеи о создании экономического поиска. В мае 2015 года председатель Си Цзиньпин посвящен Казахстан, Белоруссию и Россию с государственным визитом, в ходе которого было заявлено о сотрудничестве по сопряжению сотрудничества экономического шоков пути и Европейского экономического союза. Что такое экономический поиск шоков в китайском понимании? Китайские эксперты видят экономические шоков пути в основном по двум аспектам. Первый аспект – это геоэкономический аспект. Основываясь на новых геоэкономических условиях, экономический поиск шоков пути включает в себя три зоны. Первая зона – это ключевая зона, это экономический поиск в Центрной Азии. Вторая зона – это главная зона, это экономический поиск по Центрноазиатскому рубежу. Третья зона – это расширенная зона, это экономический поиск на евразийском пространстве в целом. В экономический поезд в Центральной Азии входят пять стран Центральной Азии. К экономическому поезду по центроазиатскому рубежу относятся Центральная Азия, Южная Азия, Западная Азия и Россия. Экономический поезд на евразийском пространстве охватывает не только два поезда, которые уже упоминались выше, но также и Европу, и Северную Африку. Кроме того, еще другая группа китайских экспертов, они предполагают, что у экономического поезда «Шоков Пути» есть три направления. Первое направление – это северное направление, то есть из Китая через Китайское Синдзя, через Казахстан, через Россию, а потом до Восточной Европы. Второе направление – это среднее направление, это через Киргизию, а потом дальше это через Каспийское море, через Кавказ, а потом до Южной Европы. А потом это южное направление – это через Пакистан, еще дальше через Елена, а потом до Северной Африки. Вот, вот, картинка вроде прекрасно нарисована. Второй аспект – это аспект функционального распределения. Эксперты выдумывали идею о том, что экономическому поезду «Шоков Пути» необходимо ориентироваться на транс-региональный комплекс развития, включающий транспортную инфраструктуру, развитие городов, размещение производства и так далее. С нашей точки зрения, в сравнении с Евразийским экономическим союзом экономический поезд «Шоков Пути» не является и не будет являться высококачественным интеграционным объединением. Цель экономического «Шоков Пути» заключается в формировании новой модели сотрудничества путем упрощения барьера экономического взаимодействия, укрепления общей базы для экономического роста, расширения пространства программатического сотрудничества в Евразии. В этой связи могу сказать, что модели сопряжения Евразийского экономического союза и нашего экономического поезда «Шоков Пути» — это модель интеграции плюс упрощения. Данная модель нацелена на коррективную модернизацию в Евразии. Это наша общая цель. Здесь речь идет о борьбе за сферу влияния, о соперничестве между двумя сетями регионального управления и так далее. Как американцы говорят, абсолютно не существует. Второй вопрос — это какие сферы являются приоритетными в процессе сопряжения. Здесь наши коллеги уже прекрасно подробно высказали. Здесь я не буду повторять. Конечно, мы сразу переходим к третьему вопросу. Какие препятствующие факторы существуют, и именно их нас всех волнует. Именно они нас всех волнуют. Ответ на этот вопрос оказался многообразным. Конечно же, перед любой модель взаимодействия между странами, между региональными объединениями существуют различные препятствующие факторы, может быть, в три зла, терроризм, сомперативным, радикализм, мировое экономическое колебание. Так что здесь я могу бесконечно перечислять. А здесь я бы хотел отметить один фактор, который я считаю важным и актуальным для обсудения. Вопрос такой. Может ли сопряжение опираться на двустороннюю проектоориентировочную модель? До сих пор граментствующая идея по продвижению экономического пояса широкого пути заключается в двусторонней проектоориентировочной модели, которая характеризуется тем, что сотрудничество основывается не на многосторонних, а на двусторонних отношениях в той или иной конкретной сфере. Например, китайско-российский проект о строении высокоскоростной железной дороги и так далее. В рамках двусторонней проектоориентировочной модели отсутствует общепринятых правил и определенные многосторонние институциональные основы, чтобы управлять разными проектами и поддерживать эффективность их выполнения. Например, некоторые проекты вроде хорошо выполняются, а некоторые нет. Например, показательный пример. Мы с российскими коллегами уже договорились о создании железнодорожного моста на реке Тунзян. Мы уже завершали свою часть, уже давно. А сейчас российские коллеги уже не начали еще. Поэтому это мосты интеллекта. Иди, 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 опа. Вот. Поэтому по сравнению с Европейским экономическим союзом и американским ТТПП, экономический поиск шелкового пути не имеет высокой институциональной основы и права на определение общепринятых правил. Я думаю, что это определенная срабость экономического поиска шелкового пути. Я в этом плане полностью согласен с Тимофеем Вячеславовичем о том, что надо создать некую институциональную основу. Я думаю, что здесь ответ есть. По-моему, ШОС и будущий азиатский инфраструктурный инвестиционный банк в некоторой степени можно запонять этот белый прибыл и играть институциональную вспомогательную роль в процессе сопряжения. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый господин Ван. Сейчас я хотел предоставить слово нашим уважаемым дискутантам Борис Анатольевич Хейфрис, профессор, главный научный сотрудник Института экономики, Академии наук. Борис Анатольевич, пожалуйста, где он удобнее. Я узнал, что, оказывается, инициатива сопряжения шла от китайской стороны, как нам сообщили. Я потому что думал, что все-таки от российской, потому что это очень выгодно, конечно, России с точки зрения диверсификации нашего экспорта в сторону Азии. Ну и потом пояс шелкового пути затрагивает государство Центральной Азии и Беларусь, то есть и Россию, по крайней мере, 4 из 5 членов ЕСТ, поэтому, значит, наш интерес. Но на самом деле есть еще очень большой силы, фундаментальный фактор. У меня всего два слайда, вот один из них я сейчас покажу. Как переключить? Дело в том, что сейчас начался и, в общем, усиливается этап фрагментаризации глобального экономического пространства. Обычно называют два блока, на самом деле таких блоков очень много, и у нас уже говорилось о зонах свободной торговли, уже 400, больше 400 в зонах свободной торговли, еще 200 соглашений разрабатываются. Но прежде всего, конечно, производят впечатление вот мегапроекты, которых уже больше 10. Самый крупный, конечно, это транстехоокеанское и трансатлантическое торговое партнерство. Ну вот, достаточно крупное всестороннее экономическое партнерство ЕС и Канады, потому что входит ЕС, и всестороннее региональное экономическое партнерство. Это страны Асианы и 10 страны, плюс Китай, Корея, Япония, Индия и Австралия, Новая Зеландия. То есть крупные проекты, причем ряд государств участвуют в этих проектах, то есть какие-то связующие звенья. И мне представляется, это не конец глобализации. Почему я называю новым этапом? Потому что, наверное, не удовлетворяет действующие институты глобального регулирования, в том числе и ВТО, ответ на, может быть, усиление протекционизма в результате последнего глобального финансово-экономического кризиса. Но ранее или поздно потом будет сближение, слияние, скажите, сопряжение, вот этот термин, который мы используем вот этих блоков, и уже сейчас чувствуется заинтересованность других государств. В частности, в Транс-Тихоокеанское партнерство Индонезии заявило, и целый ряд других государств. И даже в некоторых источниках написано, что, в общем, и Китай может войти в это. Хотя, как везде у нас пишут, что это было сделано в противовес как раз Китаю. Но есть и такая идея. Так же, как у Китая есть идея создания азиатской зоны свободной торговли и так далее. Второй вопрос. Вот сопряжение. Придумали термин. Это китайская сторона придумала? Как по-китайски сопряжение будет? По-китайски? Да. Есть такой термин? По-китайски это такой глагол, это то и те. Ну, это китайский? Потому что я посмотрел в словаре, вообще, конечно, это не экономический, не гуманитарный термин, используется в математике, в химии. Ну и черчение самое простое сопряжением называют плавный переход по кривой и от одной линии к другой. Вот мы, конечно, очень здорово, что согласились на такой термин, потому что он позволяет, и здесь уже говорили, выступающие разные формы взаимодействия. Кстати, термин очень удачный, и вот, Тимофей, 26 октября, это, в общем, три дня назад, Юнкеру было отправлено от имени Евразийской экономической комиссии предложение, как раз, о сопряжении проектов Европейский экономического союза и ЕС. Ну, не знаю, что они ответят, но очень удобный термин. Мне представляется, что вот, ну, мозг говорит о нескольких видах, но вот все, большинство сегодня говорили все-таки об инфраструктурном или проектном сопряжении, мы идем по многим нашим интеграционным проектам по этому пути, и, безусловно, это хороший путь, он будет способствовать, значит, вот какому-то сближению двух проектов. Но на самом деле, конечно, реального такого сближения он не даст, а тем не менее, вот если учесть, что будет развиваться фрагментаризация, сейчас даже возникло течение, называется, конкурентная регионализация в течение, в теории экономической, то есть будут конкурировать разные региональные проекты, и, конечно, мы можем оказаться в определенной мере на периферии этого процесса, мы заинтересованы в укреплении, и отсюда, конечно, проекты и широкой евразийской интеграции, вот сопряжение, и, может быть, уже, вот проекты, кстати, зону свободной торговли, уже с Вьетнамом мы заключили, и в этом плане меня немножко, ну, не расстроило, что ли, но мне кажется, не совсем правильным, вот выбор названия для соглашения с Китаем, просто соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, хотя первоначально, в мае года, говорилось о начале консультации по поводу создания зоны свободной торговли. Вот, дело в том, что сейчас, в общем-то, чистых зон свободной торговли все меньше, а эти зоны свободной торговли развиваются по варианту ВТО-плюс, то есть туда входят инвестиции и другие вопросы, и поэтому мне представляется, что, в общем, более, по крайней мере, мне кажется, это надо прорабатывать вопрос об институциональном сопряжении. И вот в этом плане здесь тоже могут быть различные варианты, я второй, мой последний слайд хотел показать. Покажите, пожалуйста. Значит, ну, наверное, это очень мелко, конечно. Вот я взял предварительные, конечно, эти данные по Тихоокеанскому партнерству, Транс-Тихоокеанскому партнерству и всестороннему региональному экономическому партнерству, это 16 и 10. Вы видите, гораздо более тесная взаимосвязь предполагает Тихоокеанское, Транс-Тихоокеанское партнерство по разным направлениям, а, например, значит, вот по защите интеллектуальной собственности в региональном экономическом партнерстве нету, по защите окружающей среды, по трудовым отношениям и по целому ряду других параметров. То есть, конечно, вот эта степень комплементарности может быть различная, но она необходима и прежде всего, мне кажется, вот в области инвестиций и, конечно, в области доступа к рынкам товаров. Я говорил вначале о конкурентоспособности, но как она достигается? Вот в ТППП, значит, 98% пошлин будут отменены по предварительным оценкам. Значит, пожалуйста, это открытое, ну, может быть, конечно, будут какие-то политические барьеры по приему новых членов, но попробуйте выполнить вот эти требования, чтобы добиться. Но они исключают трехстороннего сотрудничества, просто условия сотрудничества с третьими странами будут намного хуже, чем между членами. И, конечно, вот такая отмена пошлин, такая либерализация потоков инвестиций и товарных потоков и потоков услуг, она будет способствовать росту мировой торговли. Поэтому, да, а, кстати, вот в региональном экономическом партнерстве тоже до 90% пошлин будут отменены. Конечно, это взрыв, это вот реальная конкуренция региональных проектов, и вот надо иметь в виду, что на это как-то придется отвечать. Поэтому вот есть здесь разные пути, в том числе вот Вьетнам, да, я который упоминал, в Вьетнам заключено соглашение о свободной торговле между ЕСТ и Вьетнам. Вьетнам является участником и транс-техоокеанского партнерства, и регионального экономического, например, партнерства. И, может быть, какие-то мосты он мог бы способствовать вот установлению или, в крайней мере, выработке общих правил. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Борис Адонимович. Я, все-таки, коллега, предлагаю, что вопросы мы будем задавать после того, как выступят все выступающие, мы сможем вернуться к дискуссии. К тому же, вместо председателями достаточно, Олег Николаевич. Вы потянитесь к нам? А, ну, еще больше. Я, как, все-таки, такой довольно занудный человек, который занимался всю жизнь много лет европейской интеграцией, не стал бы выравнивать в одном списке такие вещи, как Тихоокеанское партнерство, Евразийский экономический союз и проект Шелкового пути. В первую очередь, потому что реальная интеграция, она все-таки направлена на устранение неотарифных барьер. она не является исключительно торговым или инвестиционным партнерством, да, и что, естественно, ведет к изменению условий взаимодействия с внешними партнерами. Поэтому здесь Евразийский экономический союз, и по целям, по договору, он идет гораздо дальше. Тот же самый Китай не ставит таких целей эмоциональной защиты прав потребителей, как предполагает договор Евразийскому экономическому союзе. Но, в прочем, я с удовольствием предоставлю слово профессору кафедры логистики и управления транспортными системами Московского государственного университета путей сообщения Алену Николаевичу Варину. Олег Николаевич, пожалуйста. Спасибо. Хочу сначала поблагодарить организаторов этого мероприятия, что сделали вот такую удобную площадку. Я думаю, очень интересной для всех дискуссии, потому что, как мы сегодня увидели, ну я дальше об этом еще скажу, вопросов пока еще остается достаточно много по теме сопряжения. Хочу сказать, что выступая в роли дискутанта, специальный доклад не готовил и планировал поделиться как бы своим таким общим впечатлением по результатам сегодняшних докладов, которые вот у меня сформировались как у слушателя. И думаю, что может быть по, как говорится, вот моему мнению участники сегодняшней дискуссии что-то дополнят в своих докладах, может быть, и, как говорится, разъяснят те вопросы, которые, на мой взгляд, остались еще не совсем затронутыми, но интересными, я так понимаю, для многих присутствующих здесь наших коллег. Но сначала я бы хотел сделать небольшую как бы ремарку. Не знаю, присутствуют сегодня гости наши из Казахстана и Азербайджана. Если нет, я, как говорится, попробую вот от их имени сказать, что все-таки эти две страны рассматривают все-таки Каспийский регион в качестве одного из приоритетных в области транспорта. И я бы не стал, конечно, исключать вот те маршруты транскаспийские с повестки дня не только этих стран, но и в того же Китае и в целом Евросийского экономического союза. По моим сведениям, которые могут быть, конечно, не совсем точными, я могу не знать всех объемов, но порядка 90% всех инвестиций, которые вкладывает Казахстан и Азербайджан в сферу транспорта, приходится как раз именно на Каспийский регион, на строительство железных дорог, которые ведут Каспию, на модернизацию портовой инфраструктуры. И я думаю, что вот этот маршрут, он будет очень эффективным и в плане не только сообщения Европа-Азия, но и в плане связи всех стран Центрального, Азиатского региона и Кавказского региона. Значит, и теперь вот коротко хотел бы высказать такое вот свое общее впечатление от сегодняшних вот всех докладов. И я хочу сказать, что, конечно, доклады вызвали безусловный интерес у всех присутствующих, являются такими очень актуальными. и вот эта тема, как мы уже понимаем, сопряжение, она не является какой-то конъюнктурной. Это не значит, что мы там через полгода уже об этом забудем. Мы видим, что эта тема, она является актуальной и в политическом смысле. Как уже говорили, что это что-то новое такое в политике, в международном плане. Эта тема, конечно, является очень актуальной в экономическом смысле для всего Евразийского экономического союза. Но вот с учетом того, что это вопрос новый, я так понимаю, что еще содержательная характеристика всего вот этого явления, как сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, она, наверное, пока еще не имеет такой четкой своей структуры, как не представляется. Во-первых, у меня возникает вопрос следующего характера. Если мы понимаем, что Евразийский экономический союз это своего рода такой субъект международной деятельности, это все-таки не какой-то проект, как мы часто слышим из сопряжения проекта ЕАЭС и проекта ЭПШП, все-таки это, на мой личный взгляд, это не две равнозначные вещи. Если брать экономический поиск шелкового пути, то по мнению, или скажем так, может быть это какое-то прямое заявление представителя Китайской народной республики, что это все-таки концепция, общее заявление о направлении сотрудничества. И мы, конечно, не должны, может быть, так вот буквально воспринимать, что это какая-то, может быть, конкретная, ну по крайней мере на сегодняшний день я вот не встречал, есть ли конкретное содержание этой концепции в плане реальных, заявленных на сегодняшний день проектов, которые будут реализованы в рамках вот этого проекта экономического пояса шелкового пути. Или это общая идеология, что в принципе я считаю очень важный сегодняшний день и в реализации вот наших и двухсторонних, и многосторонних отношений. То есть Китай, в принципе, показывает, к чему он будет стремиться в своей политике, в своей геоэкономической политике. И мы, конечно, должны ориентироваться вот на их вот эти общие принципы и в инфраструктуре, и в плане финансов, и культурных, и других обменов. Вот. Поэтому, если говорить о сопряжении, то мы опять же исходим, как сегодня услышали от наших представителей ЕЭКО, что это все-таки должно быть соглашение между странами Союза и Китая. В то же время коллега из Китая говорит, что они больше ориентируются не на многосторонние отношения в рамках этой концепции, а на двухсторонние проектно ориентированные модели. Вы меня, конечно, можете поправить. Я как бы вот такое мнение высказываю, которое могло бы, в принципе, сформироваться не только, скажем так, у меня и вы, и мне бы хотелось, чтобы вы вот здесь, может быть, пояснили. Поэтому, значит ли, что в результате вот этого глубокого сопряжения ЕЭС и ПШП, страны ЕЭС не смогут проявлять каких-либо двухсторонних инициатив по заключению инвестиционных проектов, инфраструктурных проектов, ну и так далее, и так далее, по всем направлениям, которые, как говорится, были заявлены китайской стороной. Вот такого рода я бы хотел высказать свое впечатление после сегодняшней дискуссии. Может быть, оно не совсем, как говорится, совпадает с мнением других присутствующих. Но вот, как говорится, такая точка зрения. Спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Ну вот, не знаю, может быть, представитель, коллега из Евразийской экономической комиссии пояснит этот вопрос, насколько все-таки это видится как двустороннее. Еще раз возник вопрос. Двусторонняя или многосторонняя инициатива. С моей точки зрения, я об этом пытался сказать, стремиться. Мы должны к тому, чтобы выступать единой группой, потому что втягивание стран Союза в крупные проекты, не скоординированно друг с другом, с важным внешним партнером, в дальнейшем может затруднить передачу ими компетенций на уровень Союза. А все-таки развитие интеграции состоит в постепенной, но неуклонной передаче компетенций от государств на уровень Союза. И Китай, кстати, здесь от Китая никто ничего не ограничивает, если Китай захочет вступить в Евразийский Союз. Я думаю, что его с удовольствием примут, и китайские представители наравне с коллегами из Армении, Белоруссии, Кыргызстана будут работать в Евразийской экономической комиссии. Здесь политической проблемы никакой быть не должно. Сейчас у нас осталось крайне незначительное время на дискуссию, поэтому я хотел бы уже таких больших выступлений не устраивать и ограничиться репликами из зала, возможно, вопросами к коллегам. Да, пожалуйста. Спасибо. Сразу хотел бы ответить на вопрос, на тему, связанную с сочетанием двустороннего, многостороннего треков. Я в своем выступлении уже говорил, что нам видится, что наша нынешняя работа по выстраиванию в рамках соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве отношений с Китайской народной республикой призвана дополнить существующие двусторонние форматы, потому что на сегодняшний день широкий спектр компетенций находится в видении национальном и совершенно не факт, что они будут наднациональные видения переданы, ну, по крайней мере, в ближайшее время. И целью Евразийского экономического союза является не передача компетенций на национальный уровень, а совместное решение тех проблем, которые наиболее эффективно решаются именно в совместном формате. Вот тут не надо как бы пытаться подменить цель и средства. Это совершенно разные вещи. Поэтому вот если вы посмотрите на такой пример, как, допустим, поведение инвесторов даже в Российской Федерации и выбор конкретного места для вложения средств, для реализации инвестиционных идей, то часто мы видим такую конкуренцию между регионами и доходит до того, что вот в этой конкуренции, ну, уже какое-то рациональное зерно уходит на десятки лет, предлагается там полное освобождение от региональных налогов и бесплатное там подведение инфраструктуры и коммуникации и так далее, и так далее. Ну, то есть вот какая-то, какая-то грань абсурда частенько переходится. А на самом деле вот в взаимоотношениях с третьими странами все то же самое, все то же самое, у каждого свои интересы, каждый свои интересы отстаивает, и интересы к партнеру они учитываются только в том случае, если партнер тоже их отстаивает. Поэтому вот это вот сочетание или там превалирование многостороннего или наднационального формата или двустороннего формата, это тема скорее, на мой взгляд, более техническая по сравнению с общей задачей. Это получение максимума выигрыша, экономического максимума выигрыша, перспективного, политического и так далее от реализации конкретной идеи. Спасибо. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Сейчас я хотел бы передать микрофон в зал, возможно у уважаемых коллег есть вопросы, комментарии. У меня единственная просьба реплики продолжительностью не больше 4-5 минут. Вот первая заявка была от Владимира Ивановича Тарасова из Всеосийского НИИ экономики сельского хозяйства. Владимир Владимирович, пожалуйста. Вдалю. Вдалю, да. Я представляю институт экономики и сельского хозяйства Академии наук. Ну вот тут докладчики говорили, что вопрос не стоял и сопряжение и не стоит в высшей школе экономики. У нас вопрос стоит 15 лет приблизительно. Мы делали ее товаропроводящую сеть по цепочке Брест-Душанбе в рамках Евразес, который сейчас почил в БОДИ и в протоколе передачи дел ЕАЭС. Этот проект и эта программа не нашлось места и в протоколе передачи. Этот проект согласован со всеми министрами сельского, водного и другого хозяйства. И товаропроводящие потоки, обеспечивающие продовольственную безопасность по всей цепочке, они у нас шли по этому. И была предусмотрена перезагрузка и перегрузка репетинг грузовых потоков, которые шли на Душанбе, в Тиргизии на скоростные линии китайские для того, чтобы перекидывать пару миллионов тонн пшеницы нашим друзьям Квасиан и теперь в Вьетнаму нашему новому партнеру, потому что один миллион казахстанский перебрасывается, который на Китай накатратован, а другой миллион сибирский. Были у нас альтернативы кидать их на находку и строить и вкладывать огромные деньги. И уже вкладывали два министра. Был у нас министр Гордеев, который поддерживал все это и при нем все это было сделано. Есть и согласование и все протоколы десятилетней давности. Поэтому мне кажется, что вопрос совершенно очевидный. Вот здесь вот аграрного сектора вообще нет, продовольственных ресурсов вообще нет. А сейчас в условиях санкций и ансистанций эти грузовые потоки были бы совершенно приоритетными. И эти вопросы тоже должны звучать совершенно приоритетно. Наш институт располагает всей арифметикой, статистикой и обоснованиями. Больше того, часть нашего проекта, даже не будучи федеральной программой межгосударственной, до этого статуса она не дошла, хотя концепция утверждена была Евразессом и все прочее. Вот она реализована полностью в Белоруссии, а также белорусские склады биржевые организованы и в Бишкете, и в других регионах по цепочке. Поэтому мне кажется, и я заявлял доклад, дважды мы подтверждали с академиком Ушачевым, нашим директором, членом президента Академии наук. Но почему-то оргкомитет снял этот вопрос и, значит, исключил из диспутантов и отовсюду. Мне кажется, вот эта возразовка должна поменяться. И опыт, который я здесь обсуждался, как нам общаться с Китаем. Я думаю, с Китаем надо общаться так, как общается с ним ОСИАН. Они никого не пускают в таможенный союз ОСИАН. ОСИАН 5 плюс 1, Китай 1, Япония 1, Австралия 1, кто угодно один. Они сохраняют свою первозданность уже больше 20 лет. И ни в ТПП не вступили сейчас с Соединенными Штатами, и ни с тем. Мне кажется, вот эту политику надо изучить, перенять, съездить вам на экскурсию туда, посмотреть. Ровно так, как они во главе с Индонезией оберегают свою вот эту оригинальную группировку. Я, кстати, выбрал три кво-гранта банки евразийском, и по первому гранту два года назад написал такую монографию РИФы на пути ВДО, региональные интеграционные формирования. Там не сервис, о которых говорили, и не 180, там 360 РИФов обсуждено. Дана классификация, даны прогнозы, и показана сумасшедшая агрессивность ЕС, как группировки более высокой организации политического союза. Вот у нас с вами уже экономический союз. Мы не можем допускать отдельных переговоров с нашими членами. Поэтому, мне кажется, вот варианты о том, что мы не знаем как, вот так. Вот китайский товарищ успел очень хорошо и красиво. Во-первых, у них двухсторонние договоры с странами Центральной Азии. Вот у них первая зона переговоров. А потом уже в Центральной Азии, возможно, Россия и еще кто-то. Вот говорили, что нет на картах Китая Каспия. Нету. Почему? Он освоил, они сделали две трансазиатские железные дороги, паромные переправы, а не понтонные, как здесь люди говорили. Понтонные переправы нельзя построить через Каспию. А паромные идут прямо на Баку. Там мельничные комплексы для верна казахстанского. И потом мука, это уже высший передел, поставляется в арабские страны, по закавказской железной дороге. Говорят, что закончил у них же туннель под Босфором. Они в Европе. Первая цепочка южная уже есть. Вторая будет по нашему северному морскому пути. Строительство ледоколов уже объявлено. И только третья, вот наша здесь, которая идет на миске и так далее. Мне кажется, что здесь не можно решать вопрос в рамках ШОСа, потому что Белоруссия в ШОС не входит. А вот в нашем проекте, он называется ЕТС-2020, товаропроизводитель. И в нашем проекте он требовал всего 10 миллиардов российских рублей, прежних, нынешних, скажем, 20 миллиардов. Ни одно, ни российско-китайское сообщество, ни деловые советы, о которых опять говорят, все деловые советы и СНГ, и Еврозес, они совершенно не деловые. Господин Сосковед смотрит, если это меньше 100 миллиардов, что вычитываться вообще, да? Вот, главное сейчас не транспорты, а потоки, потоки. Вот, потому что нам сейчас, вот в условиях кризиса, все распределительные центры, строительные мощности, склады пустуют, их нечем грузить. Не нужно строить железных дорог, не нужно строить этих складов, так? Надо создать хорошее транспортно-экзибиционное агентство с хорошей управляющей компанией. Вот для этого нужно примерно 20 миллиардов на все государства наши, 20 миллиардов уполовиненных рублей. Вот, и мы сейчас говорили с победой Панкиным, я передал ему предложение. Мне кажется, это нормально, и ангелик, и ангелик, и ангелик, и ангелик, и ангелик, и ангелик. Спасибо. Я постараюсь очень коротко. Я представляю Международный конгресс промышленной предпринимательной, координационный центр, который так и называется, экономический поиск шелкового пути. Вот здесь, жаль, нет господина Прексина заявленного. Мы недавно проводили такое совещание, что или, можно сказать, конференцию, где вопросы взаимодействия бизнеса и власти рассматривались. И очень интересные выводы были сделаны. Но я бы остановился на двух очень коротеньких вопросах. Первый вопрос. Дорогие коллеги, вообще о чем мы говорим? Я задал бы нам всем один вопрос. Вы знаете хотя бы одну цифру или один ориентир в рамках вот этой стратегии? Ну, сколько будет построено железных дорог, например, или сколько, грубо говоря, объемов? Нет. Нет этих цифр еще. Их нет. Не предполагается? Нет, предполагается. Нет, конкретных цифр не предполагается. Таково суи дженериалит. Ну, давайте на это дело посмотрим совершенно трезво, скажем так. Во-первых, началось это все два года назад. Поэтому, вообще говоря, такой огромной стратегии за два года сформироваться еще в принципе не могла. В принципе не могла. Теперь возникает вопрос. А когда же мы услышим эти цифры и будут ли они вообще? Конечно, услышим. Я профессиональный китайвет, и я вам скажу, что каждый март месяц проходит сессия в СНП. В 16-м году на этой сессии в СНП будет принят 13-й пятилетний план. Вот там-то и ждите, пожалуйста, этих цифр. Потому что это стратегия в большой степени китайская, и там кое-какие цифры будут обозначены. Приглашаю вас в апреле месяце, ровно через месяц после этого мероприятия, мы проводим специальный второй уже форум, который так и будет называться «Экономический пояс шелкового пути. Первые итоги и перспективы», на котором эти ориентиры будут, ну, как минимум, где-то показаны. Вот это первое. Теперь второе. Мне кажется, что мы упустили из виду один чрезвычайно важный фактор. Вот, наверное, он уполз этот фактор в другую сессию, да? Но мы в Евразийском банке развития рассматриваем. Вот всё, о чём мы с вами сегодня говорим, так словами могло бы и остаться. Или благими пожеланиями. Но, посмотрите внимательно, создано шесть финансовых структур в Китае и вокруг Китая с объёмом привлечённых инвестиций около 900, это китайские цифры, около 900 миллиардов долларов. Вот это уже серьёзно и надолго. Причём никогда в мире ещё не было такого бума создания подобного рода структур. Никогда. Которые бы, они обозначены были только в прошлом году. В этом году не только начали работать эти структуры. Я назову некоторые из них. Это фонд шелкового пути, это Азиатский банк инфраструктурной инфраструктуры, частично Банк развития БРИКС, Банк морского шелкового пути. Вот они саккумулировали, можно так было бы сформулировать, вот эти огромные финансовые ресурсы. Причём, что вы говорите? Ну, это свидетельство о том, что вы мало читали по этому поводу. Извините, вот фонд шелкового пути. У нас для этих жарких дискуссий, нас как ты предполагаешь? Я вам приведу просто один пример, чтобы понятно было, что это... А, всерьёз и надолго, и понятно, там, где есть деньги, там будут и проекты. Второе, то, что это не только слова, но и конкретные действия. Конкретные, абсолютно примеры. Фонд шелкового пути 4 сентября подписал соглашение о покупке 9,9%, но вот это уже, вообще говоря, совершенно конкретное действие, совершенно конкретное действие, и совершенно конкретные шаги. Поэтому вот этот аспект финансового обеспечения данной стратегии, он чрезвычайно важен, и он чрезвычайно перспективен. Вот, пожалуй, самые два таких главных, две главных позиции, мне бы хотелось бы подчеркнуть и обратить на такие моменты. Спасибо. Да, большое спасибо за соцценные замечания. Уважаемые коллеги, и, пожалуйста, ещё. Пожалуйста. Явно, возможно, считать исчерпанной, да, мы продолжаем рефлексировать коллективно на тему сопряжения. Витюгов Сергей Викторович, департамент развития Минэнерго-России. Во-первых, хотел выразить большую благодарность организаторам, Европейскую банку развития и всем модераторам, и участникам. Вопрос у меня конкретный. Невозможно построить какое-то большое интеграционное объединение без маленьких кирпичиков. Всё строится на базе блоков к более великому. В частности, говоря о сопряжении, также это сопряжение не раз сегодня прозвучало, должно наполняться какими-то проектами, чтобы оно не осталось просто политической декларацией. В частности, вот есть такой совместный проект российско-киргизской, как строительство Камбаратинской и каскада верхних нарынских станций в электроэнергетике. Любой транспорт невозможен, сейчас железнодорожный транспорт без электрической тяги. Вот этот проект столкнулся с трудностями финансирования. Сейчас собрались коллеги Евразийский банк развития, китайские коллеги. Как вы считаете, мог бы этот проект, строительство этой гидростанции, стать маленькой этой частичкой в шоковом пути в этом сопряжении, учитывая, что он находится на территории страны Евразия, Киргизии, учитывая, что он охватывает интересы не только соседних стран Казахстана, Китая, но также он является важным связующим звеном, мог бы стать. Вот как вы считаете? Спасибо. Я думаю, что Евгений Юрьевич пытается ответить на этот вопрос. Я вот в очередной раз на очередной мероприятии заметил, что наша евразийская интеграция столько раз меняла имена, что мы уже запутались. Евразийский экономический союз. Точка. И мы говорим сейчас об этом. Евразийский экономический союз. Евразийский экономический союз уже все. Поехали. Это прошлый этап эволюции. Пожалуйста, Евгений Юрьевич. Спасибо. А коллеги из ЕФСР в зале? Нет никого. Тогда придется мне отдуваться, но я без гарантии. Не мой квадрат, боюсь ошибиться, но вот что знаю. Сейчас обсуждается кредит ЕФСР на Комбарату вторую. А Комбарата первая, насколько я понимаю, просто не бьется по экономике никак. Как вы знаете, водно-энергетический потенциал Кыргызстана, Таджикистана – это голубая мечта всех банкиров развития, которая обсуждается с 1991 года. К ней подходил Всемирный банк, подходил ЕБРР, АБР, ЕАБР, Китай, Россия на двусторонней основе. Юсалит, естественно, там круги наворачивал, и ни у кого пока не срослось. С экономикой дела плохи. Получается, национальная экономика этих стран электроэнергии готова брать по центу за киловатт. Поэтому нужно прорабатывать, а, экспорт в Южный Казахстан, б, экспорт в Синдзя-Мигурский район, ну и, ц, может быть, кассу тысячи, хотя там больше вопросов, чем ответов. В общем, близок локоток-то вот как-то все укусить не удается. Тем не менее, по линии ФСР работа уже по Камбаратинским, Адарыно-Рынским, Кавказам идет по умуху. Есть информация, что Киргизия тут пройдет уже 6,5, а потом 2,6,5. А с такой стороны, в Киргизии можно, опять же, использовать и в Кассахстан тысячи, и, опять же, для целей энергоснабжения того же шелкового пути. Если он пройдет, конечно, через территорию Киргизии. Да, да. В Киргизии. И большие еще вопросы, вот Барышня в первом ряду здесь. Здравствуйте, спасибо большое за предоставленные презентации. Я учусь в магистратуре Школы экономики, и у меня, скорее, вопрос к представителю Евразийской экономической комиссии. Было очень много сказано содержимым программой сопряжения Евразийского экономического союза и экономического пояса шелкового пути. И судей из возрастающего количества аналитических работ сказано, что существует проблема в Евразийском экономическом союзе в малововлеченности бизнеса общества, в процесс интеграции. В этой связи имеется ли у комиссии какая-либо стратегия по вовлечению непосредственно представителей национально-хозяйствующих субъектов и представителей бизнеса общества в масштабнейшую инициативу сопряжения с способом экономического шелкового пути? Спасибо. Ну, естественно, так или иначе мы с бизнесом это обсуждаем, но если вопрос имеет общий характер, то я, знаете, как отвечу. У нас в последнее время жизнь со мной заставляет бизнес-сообщество быть более увлеченным в процесс интеграции. Потому что, когда мы начинали три года назад разговоры по соглашению, упоминавшемуся уже сегодня, соглашению о двенадцатом торговле с Вьетнамом, мы ходили целевым образом, опрашивали бизнес тогда на тот момент еще трех стран таможенного Евразийского экономического союза о их интересах с точки зрения доступа на 90-миллионный рынок, быстрорастущий рынок Вьетнама. И самое популярное, вот угадайте, самое популярное отверстие называется. Ничего не надо, только никому сюда не пускайте. Понимаете? Ну, вот произошли в последнее время некоторые изменения, так скажем, такого глобального, можно сказать, для нас характера в экономике. И интерес у бизнеса как-то вот он появляется. Понимаете, вы насильно не затащите и не прививите, не сделаете прививку интереса никакому бизнесу. Если либо ему интересно что-то, либо неинтересно. Я так думаю. Если будут серьезные инфраструктурные проекты по строительству железной дороги, по энергетике обеспечивающей, по той же строительной сфере и так далее, бизнес очень быстро свой интерес найдет, придет и скажет, что мы делаем все не так, надо делать все к природе. Или надо, скажет, что полностью пойдет. Вот так вот. Спасибо. Ну, тогда, наверное, еще последние вопросы. Будем переходить к завершению. Значит, на сегодня была тема, что это исчерпанное. Рефлексировать дальше, пытаться понять, кто же все-таки придумал термин сопряжения. Хотя это тайна за семью причателей. Насколько я знаю, было учено, по крайней мере, три российские организации, Министерство экономики, Евразийская комиссия и профильный заместитель министра иностранных дел. И вот как-то это слово, оно в тройке, оно и массово в начале апреля и выкористов его завоста. Поэтому я хотел бы еще поблагодарить всех наших уваженных докладчиков и всех участников нашей замечательной силы и дискуссии. Спасибо всем. Аплодисменты.